Всем привет! С вами Громакина Ярославна, блог НашиДети.ру. И сегодня мы с вами поговорим на такую тему, очень интимную для многих женщин. Она называется «Молочница на поздних сроках беременности». Почему вообще появилась такая тема? Однажды ко мне обратились с вопросом. Женщина сказала, что у нее обнаружили молочницу. Она решила пройти, естественно, курс лечения. И когда сообщила своему мужу о диагнозе, он не очень адекватно прореагировал. Давайте вместе разбираться, что такое молочница, почему она появляется, особенно на поздних сроках беременности. И отдельно будет у меня кейс решения этой проблемы, как сообщить эту информацию вашему супругу. Итак, у женщины в норме во влагалище есть своя определенная флора, которая поддерживается нашим иммунитетом постоянной. И в частности там обитают грибки рода кандида. Когда эта флора, то есть они уже есть, этот грибок ниоткуда извне не попадает беременной женщине. То есть этот грибок уже есть, но он контролируется нашей нормальной микрофлорой. Он не размножается активно. Он просто имеется у нас. Когда происходят какие-то сдвиги в иммунитете у беременной женщины, особенно это связано с поздними сроками, когда малышу необходимо все больше и больше питательных веществ, витаминов, он начинает все это тянуть с организма своей мамы. У женщины снижается иммунитет. И этот грибок, он начинает активно размножаться, потому что иммунитет упал, нормальная флора тоже у нас меняется. Грибок рода кандида активно размножается, восстановится много. И это называется у нас кандидозом. Кандидоз, он и есть молочница. Поэтому, если вдруг вам поставили такое заболевание, чаще всего женщины сами его замечают. То есть появился какой-то неприятный запах. Ну, не то, что даже неприятный, появился какой-то посторонний запах молочно-кислой продукции, кефира по утрам у женщины встает и чувствует. И потом этот запах начинает ей досаждать в течение дня. Если она сама еще его ощущает, ей начинает казаться, что его ощущают все вокруг. К этому может присоединиться еще физическое страдание. То есть, если это острая молочница, это может быть боль, жжение, резие в влагалище, которые усиливаются, например, при мучеиспускании. Во время полового акта. Сами вот эти выделения, они заставляют беременную женщину постоянно менять нижнее белье, удручают этим, да. Поэтому женщина заметила сама, что у нее появилось очень много каких-то белесоватых выделений. Она об этом может сказать своему гинекологу, сдать мазок на флору и там увидит, что очень много грибков рода кандиды. Кандидоз, он же молочница. Кандидоз бывает настолько сильный, что даже при сборе общего анализа мочи случайно из влагалища может попадать грибок и даже в общий анализ мочи и лаборант может увидеть его там, что понимается. Еще бывает часто кандидоз связан с излишним приемом антибиотиков. Хотя беременны, наверное, на поздних сроках и не так часто они ими употребляются больше для здоровых, для женщин без беременности, которые заболели чем-то и пролечились антибиотиками. У них вся хорошая флора тоже ушла. И вот грибок почувствовал себя очень вольным и начал активно размножаться, и кандидоз возник. Чтобы вашего мужчину не пугать, чтобы он сам себя не испугал и не подумал, что вы где-то нагуляли, женщина в положении, видимо, только и гуляет, ну ладно, чтобы мужчина не подумал, что вы ему где-то изменили, нагуляли, намотали, они думают, что это какое-то заболевание, передающееся половым путем, страшное, типа, наверное, гонореи или там трихоменаза, или сифилиса. Нужно объяснить ему, что у женщины есть флора, есть такой грибок. Сейчас у меня большой срок, ребенок расходует все вещества, он их из меня забирает, иммунитет упал, из-за этого грибок разросся, и стали такие выделения появились. Это как бы ничего страшного, нам нужно все равно пролечиться вместе. То есть, для мамы, конечно, это, во-первых, всякие неприятные ощущения само это заболевание приносит. Для ребенка, пока женщина беременна, никакой угрозы нет, то есть, пока малыш находится в животе. Но если женщина рожает сама, естественно, путем, при прохождении через родовые пути в 70% случаев может произойти заражение плода, зажжение ребенка. Поэтому лучше его пролечить. Причем грибок этот, гандида, женщинам на поздних сроках пролечить даже гораздо легче, чем на ранних. Потому что на ранних стадиях женщинам временному много чего противопоказано. Нельзя использовать те или иные препараты. А все-таки на поздних сроках, когда малыш, когда плод уже сформировался, разрешается использование определенных лекарственных средств. Поэтому можно пролечить молочницу. Лечить ее нужно вместе с супругом, чтобы друг друга заново не заражать. Если оба родителя проходят лечение, то во время интимной близости им нужно пользоваться презервативами. Потом, когда пролечитесь, думаю, все будет хорошо. Мамы и так принимают различные поливитамины, но это все равно нужно не пропускать. Правильно питаться, принимать поливитамины, минералы различные, может быть, даже какие-то иммуностимуляторы, если вам пропишет их врач. Всем успехов, понимания, терпения, здоровья. Если вам понравилась эта запись, то подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии, мне будет очень приятно. Всем пока!